Сподвижники Пророка друг с другом соревновались. У них была гонка между собой. Это было натурально соревнование. Вот смотрите. Вот каждый бенгалец, который держит свой ресторан. Такие парни, конечно, очень хорошо знают, как от налогов уклоняться. Но это другое. Сейчас не об этом. Каждый владелец ресторана в Бангладеше знает, сколько зарабатывает каждый его местный конкурент. Они друг о друге знают столько, сколько даже налоговики не знают. Настоящие цифры. Сколько они делают? Какая выручка? Они знают. Буквально о каждом из них. Сколько они делают? Разве кто-то из присутствующих бенгальцев поспорит? Думаю, нет. Знаете, почему они знают? Потому что они с ними соревнуются. Все время. Они анализируют доходы друг друга. Сколько вот этот заработал? Этот 23 тысячи за ночь. Этот 3 тысячи. Этот 11 тысяч. У них полный расклад есть. Сколько в Рождество, сколько не в Рождество, сколько обычно за неделю, в январе, в феврале. Они знают, кто сколько сделал. Знают. Почему? Потому что у них гонка. Брат мой, вот у тебя, например, машина. Ты с другим соревнуешься. Вот у тебя машина. Вот у другого парня. Есть же вот этот звук мотора. Если звук его мотора громче, чем звук твоего, ты себя неполноценным чувствуешь. Берешь и прокачиваешь свою машину. В плане машин, это, конечно, бесполезная трата времени. Машина должна приносить тебе удобство. А не то, что когда ты ведешь ее, движок так громко орет у нее, что думаешь, лучше б не прокачивал так, лучше б так не прокачивал. У тебя уши закладывает. Зачем такими вещами заниматься? Но вообще, когда водители соревнуются между собой, они знают, у кого какая машина, что у нее под капотом. Или футбол взять. Опять же, люди знают, какая команда как играет, на каком месте она, ну в общем. Когда ты участвуешь в соревновании, ты изучаешь соперников. Так же ведь или нет? Да. Исподвижники, да буди доволен ими Аллах, тоже знали друг о друге. Они тоже участвовали в гонке. И Аллах за это восхвалил их в Коране. Аллах говорит. «Васабикунал ауалуна минал мухажирина вал ансар». Аллах говорит «опередившие». «Сабикун» Аллах говорит «опередившие». То есть, они были первыми. Аллах здесь говорит о двух качествах. Во-первых, то, что они участвовали в гонке, в соревновании, в добрых делах. И второе, то, что они соревновались для того, чтобы стать самыми первыми. Во-первых, в качестве. И если получится, в количестве. Но за количеством они не гнались. Они гнались за качеством. Я докажу вам, что это так. Если бы сподвижники гнались за количеством, я же вам говорил, что Абдуллах, сын Амра, прочитывал весь Коран за ночь, пока пророк его не остановил. Если бы сподвижники гнались за качеством, они бы старались обогнать его в этом. Когда пророк, салаллаху аляхи у салям, сказал Абдулле, что разрешает ему прочитывать Коран только раз в неделю, Абдулле бин Амру пришлось притормозить себя, чтобы Коран прочитывать только за неделю. И сподвижники с Абдуллой в этом моменте не соперничали. Большинство сахабов прочитывали Коран раз в месяц. Поэтому Коран и поделен на 30 частей. Так и получилось, что в Коране 30 джузов. Аллах этого ненец посылал. Ангел Джибриль пророку об этом не говорил. О том, с какого аята начинается или заканчивается очередная 30 часть. Сахабы обычно в этих местах останавливались. И когда сахабы собирали Коран, они знали, что на этих местах обычно останавливаются. Большинство сподвижников пророка прочитывали одну 30 часть Корана в день. Знаете почему? Потому что они упор делали на качество. Некоторые и на количество тоже. Как, например, Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Аз. Так вот, Аллах говорит опередившие, те, кто в гонке. Это первое качество сподвижников пророка. Во-вторых, Аллах говорит быть первыми в плане качества. Так Аллах называет их. Мухаджирин, переселенцы. Те, кто переселились к Аллаху и его посланнику. Из Мекки в Медину. Это одно их качество. Второе, Аллах говорит ансар. Это те, кто помог пророку в Медине, когда он со сподвижниками пришел в Медину. То есть Аллах хорошо отозвался о мухаджирах и ансарах. Казалось бы, нам не догнать мухаджиров, не догнать ансаров. Но на самом деле мы можем. Можем. В вечной жизни мы можем сравняться с ними. Аллаху Акбару. Мы родились не в то время, когда пророк переселялся. Никогда ему в Медине помогли. Мы не во времена пророка живем. Но в вечной жизни вы можете быть на одной степени с мухаджирами и ансарами. Почему? Потому что в этом же аяте, в суре от Тауба, покаяние, 9 сура, 100 аят, там Аллах говорит. И те, которые последовали за ними, в их совершенном поклонении. Если мы воспитаем в себе одно из качеств сподвижников, какой бы то ни было, если будем стараться подражать им, насколько получится, насколько сможем. И после упоминания мухаджиров, ансаров и их последователей, после этого Аллах говорит. Мухаджирами, ансарами и теми, кто последовал за ними до судного дня, Аллах говорит. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Я доволен ими, и они довольны мной. Мой брат, моя сестра, если хочешь стать таким человеком, о котором Аллах сказал в Коране, Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Следуй за сподвижниками пророка. Об этом Аллах и говорит в аяте. А те, кто проклинает сахабов, те сбились с пути. Кто не видит в сахабах пример для подражания, те сбились с пути. Аллах сказал нам брать пример со сподвижников. Аллах учит нас следовать за ними. И в конце этого аята Аллах говорит. Аллах приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Аллах говорит, что рай нам дарует. Вместе с сахабами, если будем брать с них пример. Говорит Аллах в священном Коране. Если будете веровать так, как веровали сподвижники пророка, Аллах наставит вас на прямой путь.